Приветствую вас, отвечая на ваш вопрос кратко, можно ответить следующее. Не унижаться. То есть не унижаться, это означает, что вы не допускаете эмоционально человека в свои личные границы. То есть вас не задевает то, что они говорят, эти агрессивные люди. И, соответственно, вести себя с ними можно двумя способами, в зависимости от того, какие у вас ресурсы и какой у вас характер. А если вы больше формалист, то есть ведете себя вежливо, с людьми, если у вас вежливость преобладает в отношениях, то есть вежливать какой-то формализм, то, соответственно, вести себя нужно вежливо, обходительно, и при необходимости просто-напросто игнорировать то, что эти люди говорят. То есть не принимать на свой счет и вообще никак не реагировать. Потому что эти люди питаются исключительно только реакцией. Если вы более активный человек социально, да, то есть у вас, допустим, хорошо подвешен язык, если вы хорошо находите общие связи, общие контакты с людьми, вот, то я думаю, что имеет смысл такого человека, наоборот, к себе приблизить, да, то есть немножечко позволить ему принизить вас. Вот. А потом, после этого, я полагаю, что вы могли бы уже раскрыться, раскрыть себя, вот, и уже, собственно, значит, потихоньку-потихоньку показывать человеку, как с вами поступать, нельзя, вот. Потому что, как правило, да, вот, как правило, люди делают то, что делают из соображений добра. То есть они на полном серьезе считают, что они делают что-то из любви, потому что это правильно, что они там учат, они показывают людям что-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это нужно воспринимать именно так. Но основной момент, конечно, это то, почему и чем вас задевает, и по какой причине вы позволяете себе чувствовать себя униженной, то есть как бы вовлекаетесь эмоционально в то, что вам люди говорят. Вот. Последний вопрос, который я хотел бы вам задать, это вопрос такой, вы ведь себя чувствуете жертвой, скорее всего, с этими агрессорами. Подумайте, как вы оказываетесь в этой позиции. Подумайте, какая выгода от этой позиции, вторичная выгода. То есть понятно, что первая ваша реакция, она будет такой, что никакой выгоды я не получаю, да, что о какой выгоде идет речь вообще, когда я страдаю, у меня плохо. Вот. Но, тем не менее, не терпитесь отвечать на этот вопрос, подумайте, и вы обязательно придете к тому, что вы получаете от этого. Обнакомьтесь с треугольником Карпмана, вот. После этого вам будет легче видеть себя в той ситуации, в которой вы оказались. Ну и если, 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 вот подобные истории, когда вам встречаются агрессивные люди, которые поднимают себя в глазах окружающих за счет того, что унижают других. Вот. Значит, есть здесь определенное сценарное поведение, то есть ваша запрограммированность. Это значит, что таких людей вы встречаете не случайно. Вот. Но это уже нужно разбирать в личных консультациях с вами. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok